Дорогие друзья! Сегодня достаточно непростая тема. Я проповедую о семейной экологии или как правильно передать свое наследство, передать его своим детям. И это очень непростая тема и хочется, чтобы каждый из нас был очень внимателен. Если вы у экранов, пожалуйста, постарайтесь сконцентрироваться. Спасибо всем тем братьям и сестрам, кто сегодня здесь. И если вы записываете проповедь, фиксируете ее или вы посмотрите ее также на YouTube на нашем канале, пересмотрите. Потому что когда мы говорим о семейной экологии, это то место, которое Бог созидает, именно то место, откуда поднимается новое поколение наших детей и наших внуков. И то, какая экология будет в семье, какая атмосфера и взаимоотношения будут в семье, все это мы передаем нашим детям. Хотим мы этого или нет? Дети впитывают не то, что мы просто говорим правильные слова. Они впитывают то, как поступают их родители. И сегодня мы постараемся разобраться с этими непростыми вещами. Потому что семья, где есть муж и жена, семья, где есть взрослые люди, они атакованы врагом очень сильно, особенно в последнее время. Семья, которая является Божьим избранием и Божьим благословением, где Бог излил на Адама и Еву свою славу и свою заботу, враг ненавидит семьи, построенные на Божьем фундаменте. Он атакует их изо всех сил, для того, чтобы ослабить семью, соответственно, ослабить и церковь. Сильная семья – это сильная церковь. Аминь или нет? Слабые семьи – это всегда поражение. Это всегда пятна, о которых говорил апостол Павел в послании к Ефесской церкви. Он говорил, что церковь должна быть без пятна и порока. И нам очень важно научиться правильно выстраивать отношения в семье, не на основании каких-то преданий, желаний, привычек или каких-то культур. Построить свою семью на фундаменте Слова Божьего. Именно это благословит нас сегодня и в будущем. И обезопасит наших детей, чтобы они не делали ошибки, которые мы часто делали. Здание, в котором мы находимся. Многие говорят, какое оно красивое. Но стоит это здание на фундаменте, который покрыт землей, асфальтом и той тротуарной плиткой, которая сегодня в наши глаза бросается, где мы паркуем свой транспорт, где гуляют наши дети. Но фундамент не видно. Но он является самым важным. Проезжая вчера вокруг одного здания, там была трещина на всю стену. Еще мгновение, еще мгновение, стена просто выпадет. Дело не в том, что эту стену плохо положили строители, каменщики. Дело в фундаменте, который зарыт в землю. И он был сделан некачественно. Что-то этот фундамент подвинуло, сломало и отразилось это на стене. И там огромная трещина, где гуляет ветер, заливает водой. И рано или поздно эта стена принесет большой ущерб хозяину или тем, кто будет внезапно проходить рядом. Наша жизнь, она построена на Божьем фундаменте. Бог нам фундамент дал. Он прекрасен. Он самый надежный, самый лучший. И разумные строители, которые строят на века, они не думают, о, главное, чтобы крыша была красивой, хорошей. О, главное, чтобы стены были из красного кирпича и, как в нашем храме, 60 сантиметров толщиной. Разумные строители всю свою силу в первую очередь направляют на то, чтобы здание стояло на мощном фундаменте, которое переживет все заморозки, переживет любые наводнения подземные, переживет любые потрясения. И тогда и стены, и крыша будут стоять до пришествия Христа, если фундамент будет крепким. Аминь или нет? Аминь. И в церкви, и в Божьем Слове есть истины. И если мы, как народ Божий, эти истины будем принимать и исполнять, поверьте, вы сто процентов будете благословенны. Вы передадите такое наследство своим родителям, что будете даже покрыты сединой, но вы будете улыбаться от счастья, что ваши дети ходят в истине. Но если мы не будем исполнять, но будем молиться, мы будем искать лучшего времени, мы будем знать, кто виноват, если у нас что-то не получается, но ничего не будем делать физически, духовно, чтобы исполнить это, ну тогда ничего не произойдет. Другого результата не будет. Дети уходят в мир, семьи подвергаются ударам, натискам и разводам. В итоге ослабевает церковь духовно. В итоге от слабой церкви никакого блага обществу. Земле нашей, стране нашей, экологии нашей, нравственности нашей, духовности нашей, экономики нашей. Но когда церковь сильна, когда в церкви есть мужи и жены, когда в церкви есть воспитанные благословенные дети, тогда это наследие. И я хочу сегодня положить в основание, чтобы каждый из нас, сидящий здесь, если вы замужем и женаты, если вас, не дай Бог, в жизни, до того, как вы уверовали во Христа, или уже находясь на территории Царства Божьего, вас постигла такая великая беда, как развод. Или вдруг вы еще никогда не были замужем и никогда не были женаты. Вдруг вы подумаете о том, что, ну, может вообще этого тогда не делать, лучше уж тогда совсем одному оставаться. Сегодня вы поймете, что одному оставаться никак. И те, кто потерпели урон, они получат надежду. А те, кто сегодня в брачном завете, они получат мудрость и Божье благословение, чтобы построить духовный дом правильно. Аминь или нет? Итак, возлюбленные, первое место священного писания, книга притчи, 13-23. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатый, а богатство грешника сберегается для праведного. Притча, 19-14. Библия говорит, дом и имение, наследство от родителей, а разумная жена, ну, братья, пожалуйста, скажите вместе со мной, 3-4. От кого? От Господа. И Псалом 126, ну, любимый Псалом. Библия говорит, с 3-го стиха, 126-й Псалом. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Я не могу помолиться так, чтобы в вашей жизни никогда не было врагов, никогда не было атак, никогда враг не подкапывал против вашей семьи, против вашего здоровья и ваших финансов. Враги будут всегда, пока мы на этой земле. И Писание говорит нам, что враг дьявол, он ищет кого поглотить. Он, как рыкающий лев, атакует нашу жизнь. И в то святое благословенное, где есть муж и жена, становящиеся одной плотью, в чреслах которых, в генах которых, в духовном мире которых заложены уже Богом имена детей, которых Бог хочет дать нам или дал уже. Враг дьявол, как хищник голодный, набрасывается, пытается сделать что-то, чтобы причинить нам ущерб. Но у нас достаточно силы и мудрости от Святого Духа. Достаточно Слова Божьего, чтобы оградить свою жизнь кругом Божьим, истиной Божией, и не дать врагу поглумиться над нашими семьями. Сильная семья, сильная церковь, скажи аминь. Поэтому сегодня, когда я говорю о наследстве, о, детям приятно слышать о наследстве. Наследство – это то накопленное, благословенное, сэкономленное, которое родители приготовляют для своих детей. Конечно, мы сегодня привыкли жить как бы одним поколением. Вот есть я, есть мои дети, я как-то пожил, и что-то там передал им перед смертью, просто руку пожал, сказал, ну, до свидания. Но было бы лучше не просто пожать им руку, а сказать, имение, и дом, и экономическая сила, я передаю вам. Да, в этом мире не всегда дети правильно распределяют или правильно сохраняют отношения со своими братьями и сестрами по крови, родственниками, после того, как им достается часть наследия. Моя благословенная бабушка, которая в 90 лет ушла в вечность, она оставила нам недвижимость определенную, и, уходя в вечность, она предложила нам это. И там есть мой брат, и там есть еще, и там есть еще. И если вы так любите ваших благословенных родственников, слава Господу, но если вы прошли с ними испытания в вопросах наследства и остались живы и сохранили отношения, вы вообще благословенные. Приятно, когда говорят тебе, теперь это принадлежит тебе, но кто-то за него платил цену, кто-то экономил, кто-то работал, кто-то получал образование, кто-то трудился, не покладая рук, для того, чтобы, когда человек уйдет вечно, своим детям и своим внукам предложить благословение, предложить наследство. Поэтому Библия нас предупреждает, что наследство – это Божий продукт, это Божие откровение, чтобы нам не жить одним поколением, а живя уже сегодня, думать, а что я оставлю детям, а что я могу оставить внукам. О, есть такие особые сибирские бабушки, которые не только думают о своих детях, они о внуках думают, они открывают счета в банке и немножко от своей пенсии откладывают им, и потом внуки, достигая 18-летия, если бабушке Бог дал силы и здоровье, а они особенно вот такие живут очень долго, потому что Бог видит, они очень нужны, они не просто все в себя, они раздают, и преимущественно поколения наших старших мам и бабушек, и дедушек, которые пережили Вторую мировую войну, которые знают, что такое голод, которые знают, что такое черный день, которые знают, что такое щедрость разделить с соседями последний кусок хлеба и остаться с ними в мире, они очень сильные люди, они жертвенные люди, они знали, что такое боль, страдания, потери близких, и что такое настоящий физический голод и нужда. Вчера одна сестра мне сказала, у них, у того поколения, сердце как мотор. Сегодня часто люди становятся такими нежными, аккуратными, слабыми, понятие о второй работе, это вообще невозможно, на первую бы устроиться, поэтому как-то вот все, оно настолько стало хлипким, такие тонкие льды в жизни, люди не хотят трудиться, не хотят получать образование, не хотят читать, а чтобы думать о будущем, о том, чтобы своим детям, а да ладно, внукам что-то передать, ну это вообще просто, ну не вписывалось в мои планы, мои планы, это как бы мне пожить, мои планы, как бы мне было бы хорошо, но мудрые люди, люди откровения, они живут не одним днем, скажи аминь, мудрые люди, люди откровения, живут еще и будущим, в самом хорошем смысле этого слова, приготовляя наследие детям и даже внукам, живите долго и имейте щедрое сердце, чтобы нам всем с вами понять одну главную мысль, когда речь идет о наследстве для детей, то речь сейчас пойдет не только о экономической составляющей, экономическая важна, но не первостепенно, настоящее наследство для нас с вами, это 126 псалом, где сказано, что, Библия говорит, вот наследие от Господа дети, вы знали, что в Израиле не было, в то время, 2000 лет назад, не было такого понятия, как пенсионный фонд, спустя 2000 лет, в нашей Богом спасаемой стране, такое понятие есть, как пенсионный фонд, и на протяжении определенного времени мы делаем отчисления в пенсионный фонд, оплачивая какие-то специальные оплаты, где-то этот счет потихонечку накапливается, я как-то заключил какой-то договор там с какой-то компанией, которая там это все потихоньку аккумулирует, потихонечку, потихонечку, и где-то раз в квартал присылают мне какой-то смс, что, в общем, ты там не забывай про нас, я сам не помню, как я подписал эти бумаги в компании Лукойл, ну, при чем здесь Лукойл? Ну, кто-то меня когда-то надоумил, ну, пускай. Сегодня есть много разных таких компаний, где ты, думая о будущем, потихоньку инвестируешь и делаешь эти оплаты. Ну, хорошо. Но экономика важна, но не первостепенно. Для нас с вами, если окунуться в откровение Божие, 2000 лет назад в Израиль, что самая настоящая твоя защита в пенсии и наследие твое, это были твои дети. Это те, кто должны были заботиться о родителях. Но на определенном этапе историческом произошло что-то, что государство взяло на себя эту заботу, за что частично мы можем сказать им спасибо, потому что они как-то стараются что-то сделать с нашими деньгами и часто стараются так, что потом ни денег, ни обещаний, ничего нет. Мы никого не судим. Зная, что уповать на людей мы не будем. Есть божественные принципы для нас, народ Божий. Для всех тех, кто сегодня имеет право воспитывать своих детей, которым Бог дал вам возможность иметь в жизни. И если так случилось, что физически или как-то еще сложилось, вы не имели своих физических детей, вы получите откровение о духовных детях, которых вы тоже можете вложить. Вложить свое сердце, свое время, вложить все лучшее, что есть у вас. И когда взрослые поймут, что настоящее наследие для вас это не пенсионный фонд, а ваши дети, является главнейшей инвестицией в жизни, тогда вы сделаете все возможное и уже никогда не будете обижаться. Ни на принятые законы, ни на измененную конституцию, ни на повышение пенсионного возраста вы вообще не будете искать крайних в этом мире. Вы поймете, что ответственность за ваше воздаяние и за ваши пенсионные благословения в будущем, за ваше наследство, за ваш покой в будущем, улыбки, внуков на ваших руках, имущество, возможности, и может быть даже физически, когда дети способны будут оплатить вам отпуск, поездку куда-то, купят вам транспорт, или может быть еще что-то, какую-то дачу у супер-иртышского моря, в конце концов. Это ваши дети. И если вы вложите сердце в них, вы будете благословенны. Поэтому существуют принципы. Эти принципы даны Богом. И если мы их сегодня с вами будем исполнять, о, мы поменяем свой взгляд на отношение к детям. Мы поменяем свой взгляд по отношению к семье. Мы поймем, что духовная экология в семье, от которой дети черпают образ и пример для будущего, это является самой важной инвестицией сегодня. Поэтому давайте постараемся сегодня посмотреть на несколько принципов. И первый из этих принципов, если мы будем его соблюдать, он принесет на благословение не только нам, но и детям нашим. Послание к евреям, 13 глава, 4 стих. Первый принцип. Брак у всех да будет честен. Это наша ответственность. Бракосочетание. Когда два молодых человека соглашаются жениться и создать семью, у каждого из них есть определенный багаж прошлого. Этот багаж может быть не всегда хорошим. Это может быть связано с атакой на здоровье, приобретенных каких-то болезней. А последнее время на многих консультированиях перед брачными заветами мы буквально спрашиваем у молодых людей, а у вас есть кредиты, а есть ли у вас какие-то проблемы с финансами. Ну потому что бывает же такое, люди быстренько поженились, как-то промолчали, ничего друг другу не сказали. Один что-то скрыл, вторая что-то скрыла, а потом, когда они уже получили церковное благословение, печати в ЗАГСах, и потом начинаются вскрываться старые склепы. Он говорит, а я вот имею немощь в здоровье, а я вот не могу иметь детей, а я вот имею кредит, но слава Богу, ты поможешь мне его выплатить. И начинается разочарование уровня, который впоследствии приводит к удару по семье. Поэтому, а если посмотреть сферу сексуальной чистоты до брака, потеря страха Божьего в последнее время набирает, к сожалению, обороты, и это не только связано с Америкой, Европой, Канадой, Австралией или какими-то другими церквями. Я не буду выделять православные ли церкви, евангельские ли церкви, католические ли литеранские. Абсолютно не важно. Давайте сейчас просто посмотрим на уровень, что страх Божий сохраняет людей от греха. И люди женятся везде. И люди выходят замуж везде. Это Божье установление, продолжение рода, наслаждение друг другом. Но Бог заповедал, перед свадьбой никаких сексуальных отношений не должно быть вообще в природе. Не в мыслях, не в словах, не в поступках. Но люди, думая, или принимая мысль от врага дьявола, ну, мы же все равно будем мужем и женой. Ну, не так же страшно, что там в ЗАГСе, когда поставят, или когда пастор скажет, венчанной благословении родилась новая семья. Ну, давай опередим немножко события вперед. Ну, подумаешь, там что-то где-то мы себе позволим. Это останется нашим секретиком. Драгоценные. Для Бога секретов нет, поверьте. И когда речь идет о интимных местах наших спален, поверьте, Господь, Он знает все. И здесь мы должны с вами получить откровение. Брак у всех да будет честен. Честность во всех отношениях. Мы говорим друг другу все. Если мы вовремя научены, правильно. Второе. Мы сохраняем сексуальную чистоту. Почему это важно? Потому что передавая правильную эстафету своим будущим детям, которых еще нету в паспорте, и свидетельства рождения у родителей на руках нету, родителям по 25 лет или по 24, они еще только-только женились. Какие дети? Ну, или пока не женились, они только вот решили создать семью. Но в духовном мире, поверьте, как написано в послании к евреям об Аврааме, что колено Левия, оно уже было в чреслах Авраама. Поэтому мудрые христиане, имеющие страх Божий, они берегут свою будущую семью и наследие. Потому что если пребывать в блуде, в грехе или добрачных сексуальных распущенностях, во-первых, сами проклятия на себя набираем. Многие впоследствии скрыли от пасторов и служителей, что у них там были терки локтями где-то в тайных местах в своих каких-то непонятных квартирах. А потом они говорят, семья не строится. А потом говорят, что все разваливается. А потом говорят, дети болеют, не слушаются. А потом приходят еще какие-то сумасшествия. И постоянно мы тратим огромное количество времени на подобные выяснения. Кто больше прав, кто больше виноват. Она меня затащила. Да он сам пришел. И мы начинаем это все выяснять. Зачем? Просто сбереги свое сердце и не делай того, что Бог сказал не делать. Тогда в духовном мире ты закладываешь такую духовную инвестицию, что когда из твоего чресла будут выходить твои детки, они будут иметь духовный иммунитет от Бога. Защиту от Бога. Страх Божий будет владычествовать в их сердце. Они не будут блудить. Они не будут поддаваться похотям этого мира. На них будет больше силы и больше власти. Твои слова будут иметь власть, когда ты будешь говорить, храни свое сердце чисто. Но это наша ответственность. Поэтому, драгоценные, переходя ко второй истине, которую сказал апостол Павел в послании Коринфской церкви, это муж глава жене. Это 1 Коринфянам, 11 глава. Давайте прочитаем 3 стих. Апостол Павел говорит, «Хочу так же, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Драгоценные мужчины, драгоценные братья. Так Бог определил для нас, что есть такая истина, такой столб, как тебе глава Христос. А это значит, ты должен быть в связке с Богом. Это значит, когда ты входишь в брачное благословение, и ты становишься уже мужем, а в будущем отцом, на тебе огромная ответственность перед Господом и перед теми, кого Бог тебе верил. Послание Тимофею, Библия говорит о некоторых людях, которые вызывают суд Божий на себя, потому что они не пекутся о своих домашних, как должно. Часто мы используем это слово, пекутся о домашних, это просто, ну, надо кормить домашних физически. Главное, чтобы дома был хлеб, одежда, и было оплачено коммунальные платежи. И вот я забочусь о своих домашних, драгоценные мои братья и сестры. Забота о домашних или о твоих детях, которых Бог тебе дал, или о атмосфере в твоей семье, она не только касается сыра, мяса, коммунальных платежей и всего остального. Это то помазание, которое Бог дал тебе, как священнику, как мужу, чтобы ты твердо стоял на ногах, передавая познание о Господе, ценности церкви, ценности молитвы. И не имея нужды, если кто-то прослушает наше полное служение будущего, вы можете взять слова нашего дьякона, который сегодня говорил на этом месте, брата Павла. Он все взял, этот пункт весь мой рассказал. Спасибо тебе, дорогой брат. Уверен, что это Дух Святой говорит к нам, потому что мужчины часто с первого раза не уловили. Но когда дважды кто-то им сказал, что это важно, что ответственность на тебе, что с детьми нужно проводить время в общении, в молитве, в дружбе. И если ты находишься дома, ты обязательно должен сделать все возможное, чтобы собрать их и прийти вместе перед нашим Господом, помолиться, сказать благодарим за прошедший день, попросить благословения на ночь грядущую, чтобы Бог дал защиту, чтобы враг дьявол не имел права ни на один сон, чтобы не было никакого атаки врага, чтобы божественный покой пребывал в вашей семье. Ты ответственный. И дети, они внимательно смотрят. Если папа говорит, читай Библию, но сам не делает этого, вот эта духовная закваска, она переходит и на них. Мы сами понимаем, что наша греховная природа сама по себе не тянется к духовному. Очень часто она тянется к чему-то очень легкому, без напряжения, как-то вот живи в таком ритме, не напрягай себя. Но на самом деле за духовную жизнь нужно бороться, за семью нужно бороться, за атмосферу в твоем доме, чтобы там царствовал Христос, за это нужно бороться. И у тебя есть глава, Христос, у тебя есть уже ответы на все вопросы. У тебя, как у мужчины, нету тупиков, хватит расстраиваться, впадать в депрессию. Я не могу найти ответ на этот вопрос. У меня сложности с финансами. А, на какую работу пойти? А, нужна ли мне домашняя группа? И многое другое. У тебя есть Господь. У тебя есть глава. У главы есть ответы. У него есть водительство. У него есть мудрость. Приди к нему. Задай вопрос. Проведи с ним время. Спроси его. И он не замедлит ответить тебе. Ну аминь или не аминь? Драгоценные сестры. Вот то, что я сейчас скажу, братьям больше нравится, чем то, что я говорил сейчас перед этим. Третье откровение сокрыто в тоже в послании Каринской церкви 11 главе 3 стихом. И оно говорит так, что если всякому мужу глава Христос, то жене глава муж. Правда? А что это значит? А это значит, драгоценные сестры, что Бог вам дал великое благословение сделать своего мужа первым в вашей семье. Ну первым после Господа. Я не имею ввиду дать ему почетное второе место. Сначала Господь, потом ты, конечно, а потом уже твой муж. Нет. Твой муж. И самое мудрое решение в твоей жизни, что ты можешь сделать, это дать ему право реализоваться. Дать ему право состояться. Дать ему право на последнее слово в каких-то важных вопросах вашей жизни. Братья не должны пользоваться этим, чтобы я глава, я даже шеф, я, да я босс, я, я сын царя, Христос я, а потом все остальные. Вот это неправильное, какое-то совсем чуждое, гордое, самовпечатление, вот это неправильно. Но когда ты любишь свою жену, и когда ты понимаешь, что Бог дал тебе ее в ответственность, ты, конечно, учитываешь ее и мнение, понимание, изучаешь ее, смотришь на ее привычки, на слабые стороны, смотришь еще на что-то, и делаешь все возможное, чтобы она была благословена и счастлива. Я понимаю, что есть разные мужчины, драгоценные сестры. Вы скажете, да, 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 тебе говорить вот об этом. Был бы ты в нашем, так сказать, облачении. Такие есть мужчины, делать не хочет ничего. Деньги, если к нему попадают, он жадный, не дает. И вот я бы там повесила шторы, я бы там цветов купила, я бы там обои поменяла, я бы там, я бы там. И знаете, кто смотрит нас на телеканале ТБН, Вера 24, переходите по ссылке на наш канал YouTube, Церковь Жатова. И послушайте эту проповедь далее. Продолжение следует...